Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот как замечательно, что в первый день Рождества я могу вас навестить. Спасибо большое. Как зовут ваша? Амира. Амира. Ну вот детская какая, в таком красивом костюмчике. Вот праздник Рождества Христова. Да, праздник. Я очень рад, что я имел возможность вас навестить. Спасибо. Дай Бог здоровья. Да, самое главное нам здоровья. Чтобы боль вся прошла. И чтобы пришли силы. И чтобы ребенок мог расти, развиваться. Вот, как мы говорим, восходить от силы к силе. Да, мы стараемся. Да, помогает уходить. Да. Я хотел бы вот для Амира вот подарочек такой рождественский. Хорошо, спасибо большое вам. Спасибо большое. Крепости силы. От нуждения вашего состояния будет во многом зависеть ее благополучие. Спасибо большое. Спасибо. Всего самого доброго. Спасибо большое. Очень приятно. Всего доброго. Мне тоже очень приятно. Вам даже здоровья. Спасибо. Но маска нужна, потому что люди приходят разные, чтобы ничего не передавалось. Это обязательно. А так привычек у нее здоровые девочки. Так что вот дай Бог, чтобы вы поскорее отсюда вышли, и чтобы все было хорошо с вашим здоровьем. Вот. Чтобы Господь не оставлял вас в непростой момент вашей жизни. Вот здесь сразу несколько пациентов маленьких и мамы. Вот очень рад вас всех видеть. И радуюсь тому, что в день Рождества Христова имею возможность встретиться с вами, со всеми. Вот вы проходите через такой непростой момент в своей жизни. Но это все моменты. Скорбь никогда не бывает размером во всю жизнь. Вот. И надо, чтобы через эти трудные моменты жизни пройти так, чтобы не потерять свои внутренние силы. И, конечно, это имеет, мои слова имеют, в первую очередь, своим адресатом детишек, но и мам тоже. Потому что от вашего внутреннего состояния зависит и их состояние. Такая очень сильная связь между матерью и ребенком. Так что дай Бог, чтобы у вас на душе тоже было все спокойно, была надежда на исцеление ваших детей. Но те, кто имеет веру в сердце, молитесь Господу. Потому что там, где отступают иногда человеческие силы, приходит его сила. Поэтому хотел вас сердечно поздравить с Рождеством Крестовым. И пожелать исцеления вашим детям. И вам доброго здравия, и душевного, и телесного. С праздником поздравляю вас. Ну вот, и хотел бы вот каждому передать маленький рождественский подарок. Сидите, пожалуйста, дорогие мои. Сидите. Вот с праздником Рождества Христова всех вас хотел поздравить. И мам, и других родственников, которые здесь присутствуют. Ну, конечно, детей. Вот мы находимся с вами в том месте, куда люди как бы по добре воле не приходят. А тогда, когда появляется некая скорбь в виде болезни. Вот болезнь поражает, ну, физическое естество человека. Но очень часто человек страдает не столько от физической болезни, сколько от переживаний, связанных с этой болезнью. Особенно это касается близких, родных, того, кто заболел. От состояния близких, особенно мам, которые такими, пока еще для науки непонятными, но реально существующими нитями, связанными со своим ребенком, вот от состояния мамы зависит и состояние ребенка. Поэтому, в первую очередь, состояние мам должно быть таким, которое бы поддерживало ребенка не только на словах, не только улыбкой, а даже внутреннее ваше состояние, вашего сердца. Вот могу сказать, что когда человек молится, когда он к Богу обращается, то он обретает внутреннюю силу, а вместе с этой силой покой. Потому что наша жизнь в руках Божьих. Мы по своей воле не приходим в этот мир, и по своей воле из мира не уходим. Если человек уходит из мира по своей воле, то он считается страшным грешником, потому что никто не может сам посягать на свою собственную жизнь. А потому жизнь наша в руках Божьих. И для того, чтобы прошли все эти болезни и скорби, я бы вам всем посоветовал искренне обращаться к Богу. Вот. Об этом трудно говорить, но я не представляю, что было бы со мной, если бы я вот к Богу не обращался. Я проходил в своей жизни через очень сложные испытания. И всякий раз Господь меня проводил через эти испытания. Вот. Но я оставался живым и здоровым. Вот на основании этого своего скромного опыта хотел бы и вам передать пожелание того, чтобы, несмотря ни на какие обстоятельства, вы сохраняли живую связь с Богом, молились о себе, о своем ребенке, ну а все остальное делают врачи. А врачи в этом месте квалифицированные, они знают свое дело и делают все для того, чтобы помочь вашим детям. Вот если мы будем слагать эти, духовный фактор и профессиональный медицинский фактор, то результат будет всегда хорошим. Я от всего сердца желаю вам преодолеть эти испытания, которые выпали на вашу долю, чтобы детишки все получили исцеление, полное выздоровление, а мамы душевное успокоение. Ну вот, я не знаю, как точно это называется, но это вот именно, да, для какого-то электронного контроля за введением до жидкости в организм человека. Вот там стоит еще такой скромный человек, вот с подарками, вот он нам тоже помог в том, чтобы... Помогай тебе Бог, мой хороший. Вот. Чтобы вот это все сегодня произошло. Так что желаю вам сил, крепости, милости от Господа, душевного успокоения. И рад, что в первые дни Рождества Христова имел возможность хотя бы короткое время, но провести с вами. Ваше святейшество, поздравляю вас с убившим Рождеством Христовым. Желаем вам здоровья, без которого никак не обойтись. И всех благ вас. Да хранит вас Господь. Ну вот, а я хотел бы еще всем присутствующим передать вот эту иконочку Рождества Христова на обратной стороне, патриаршее мое благословение. Пусть Господь хранит вас и укрепляет на непростом пути вашей жизни. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. 1 на 8. Здравствуй, Ванечка, мой хороший. Вот какой Ванечка хороший. Вот. А вы мама, да? Не плать, мой хороший. Все, все, все. Нет, нет. Ну ничего. Обними меня. Ну вот, Господи. Я рада. Вот счастье готовлю. Никто с тобой ничего не делает. Все. Все хорошо. Все, успокаивайтесь. Ну вот. Да, мы сейчас вылечимся и поймем. Все. Сколько лет у вас, Ванечка? Два. Два. И он уже так говорит все. Какое развитие. Надо же. Сильно. Спасибо, Сильно. Ванечка, помогает тебе Бог, дорогой мой. Вот ты какой у нас молодец. Да. Ты молодец, Ванечка. Да. Да, очень хороший мальчик. Да. Ты очень хороший мальчик. Да. Ну вот. Здоровья тебе желаю. Да. Я постесил. И маме тоже. Да. Вот. Маме тоже. Чего-то козы Ивана был. Да. Хороший ты мой. Вот и все. Да. Ну вот помогай вам Бог. Спасибо. Чтоб Господь хранил вас. И вот хотел бы передать иконочки с моим благословением. И вот подарок тебе, Ваня. Спасибо, Ваня. Смотри. Вот видишь, какой замечательный подарок. Вот на Рождество. Птичками. Открывать срочно надо. Вот, мой хороший. Откроем сейчас. Ну давайте. Трое. Давай посмотрим. Да. Да. Вот. Кто это? Кто это? Белочка. Не знаешь, кто это? Это Белочка. Белочка. Смотришь, какая у тебя теперь Белочка. Ну кто там. И там еще что-то. А это у нее, наверное, тут сокровища лежат. Сумпачок такой. Орешки все у меня там, наверное, хранит, да? Ну вот, откройте его. А вот. Вот, наверное, тут. Смотри, ключик. Да, ключик. Так. Ключик. И держи, вот, открывай. Орешки золотые. Орешки золотые. Вот. Ну вот. Ну вот. Пока не надо. Все это мы помним, да. Спасибо большое. Вот, пускай Иванечка порадуется. И вот с Белочкой потом поиграй обязательно. Видишь, какая она. Поделимся, да, с Белочкой? Да. Ну вот помогай вам Бог. Спасибо большое. Здоровья, силы, крепости, исцеления Владенцу Иоанну. Спасибо большое. С праздником Рождества Христова. Спасибо.